В субботу приморские выпускники впервые станут главными гостями праздника Крылья Востока. Впрочем, перформанс стоимостью в десятки миллионов будет сопровождаться не только красочным световым шоу и концертами, но и культурными событиями с большой буквы. Так, Приморский Краевой Драматический Театр Молодежи покажет у себя новую версию легендарного спектакля «Алые паруса». Забавное звуковое сопровождение на фоне – результат работы музыканта в реальном времени. Такой процесс, когда инструмент является дополнительным средством выражения настроения, называется отыгрышем жанровой картины, говорят сами актеры. Я играю на инструменте в этом спектакле, и это является одной из фишек спектакля. Как бы передача настроения. Есть жанровые картины определенные, которые показывают настроение, и я их передаю с помощью музыкального фона. К слову, пианист одновременно является и генератором жанровых картин, и актером. В спектакле его роль – Хин, сын Мэнерса. Что касается режиссера – Лидии Василенко. По ее собственным словам, новая версия «Алых парусов» вызовет у публики вполне однозначную реакцию. Ну, я думаю, наш спектакль понравится, потому что, так как у Гримана написано, что это жанр феерия, мы, конечно же, используем жанровые сцены в спектакле. То есть мы не просто рассказываем драматическую историю, а решаем достаточно смешно, на мой взгляд. Кроме звуковых решений и жанровых картин, спектакль по версии Лидии Василенко наполнен многими другими средствами художественной выразительности. У нас и хореографии очень много в спектакле, и вот таких жанровых сцен достаточно, и драматическая часть достаточно наполненная. Поэтому феерия – это волшебство, превращение, это фейерверк. Вот мы стараемся, чтобы соответствовать жанру. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова